мы занимаемся разработкой и внедрением программного продукта на предприятиях автобизнеса программный продукт для автоматизации учета то есть в первую очередь для управленцев для владельцев для тех кто собственно ведет бизнес кто хочет получать контролировать бизнес навести порядок это вот то чем занимаемся мы соответственно наши продукты они предназначены для того чтобы вы четко понимали сколько денег на что у вас уходит какие скажем направления деятельности направление бизнеса наиболее прибыльные какие наименее прибыльные если в двух словах то вы можете просто четко знать куда у вас уходят деньги и откуда они приходят любой бизнес он требует контроля и любой бизнес связан с цифрами поэтому если мы будем четко знать наши цифры сколько у нас затрат какие они то есть на что мы тратим больше на что мы тратим меньше такие нас источники дохода скажем какие товары наиболее прибыльные какие менее прибыльные на каких марках мы больше зарабатываем каких меньше если мы будем работать с теми клиентами лучше которые со всеми конечно должны работать лучше но если мы будем внимание больше уделять клиентам которые приносят нам больше денег соответственно мы больше будем зарабатывать и программа позволяет четко понять с точностью до рубля, какие клиенты являются наиболее прибыльными, какие товары являются наиболее прибыльными, где мы больше тратим, и вы получаете эти данные буквально за пару кликов. Плюс также, естественно, программа позволяет лучше контролировать персонал, разграничивать доступ, скажем, к наиболее важной информации, можно запретить доступ, разрешить доступ к той информации, которая востребована для работы человека конкретной. И таким образом мы осуществляем контроль над деятельностью. Также можно, естественно, планировать, скажем, планировать какую-то маркетинговую акцию, то есть предоставить скидку автоматическую на, скажем, при покупке масла на что-то еще, допустим, на замену масла. У нас были прецеденты, когда люди, установив программу, просто стали экономить, скажем, 100 тысяч рублей в месяц просто за счет того, что собственник, он до этого, до программы, до нашего продукта, он пользовался другими программными продуктами, и чтобы получить сводную информацию о работе за месяц, ему эти данные предоставлял финансовый директор. Соответственно, теперь человек получает эти данные сам, ему не нужно еще раз нанимать финансового директора, и он просто не платит зарплату, которую платил раньше. Ну, порядка там с налогами получалось порядка 100 тысяч рублей. Это один из примеров. Более простой пример, допустим, человек просто поставил продукт, программу, и люди раньше приходили за зарплату и говорили, Михаил Иванович, мне денег дайте, пожалуйста, вот аванс. И сейчас человек уже смотрит и видит, Вася, так я же тебе же давал же уже деньги, зачем ты опять ко мне пришел? У нас три версии основных. Далион Авто – это общее название линейки. Далион Автосервис, Далион Автомаркет, Далион Автобизнес – это три версии продукта, они отличаются функциональным наполнением. Вот, и в зависимости от того, какие задачи требуются на предприятии, можно выбрать либо одну, либо вторую, либо третью. Собственно, разработчик нашего продукта Андрей Старыгин уже 20 лет занимается автоматизацией автобизнеса. До момента, когда было написано начато написание нашей программы, он уже сотрудничал порядка 10 лет с крупными дилерами, с просто компаниями, которые занимаются продажей запчастей, с крупными, средними, мелкими автосервисами. Естественно, за это время был наработан очень богатый опыт того, что нужно таким предприятиям. Ну, что нужно вот нам с вами. И, исходя из этого, было принято решение, что весь этот наработанный опыт слепить из него как бы хорошее программное обеспечение для решения тех задач, которые вот были востребованы в момент таких, такого сотрудничества. Поэтому опыт, вы правы, действительно очень большой. Вот, и в нашем решении заложен именно он. То есть это не просто какие-то выдумки, а то, что по факту, по жизни было необходимо людям, собственникам, ну, персоналу. Я, на самом деле, подготовил доклад, который, ну, как бы такой, знаете, ликбез. То есть много продуктов на рынке. Наш продукт, он реализован на базе программного обеспечения 1С. Вот. И я сталкиваюсь с тем, что, ну, мы общаемся же постоянно, каждый день, да. Многие не до конца понимают вообще, а что такое 1С, что такое платформа 1С. Есть какие-то там конфигурации, какие-то базы данных. Вот. И хочется, как бы, немножко прояснить вот эту ситуацию, чтобы просто было легче понимать вообще эту область. То есть область программ, область учета, программного обеспечения для учета. Поэтому вот с этого начнем. Конечно, какие-то нюансы расскажем, собственно, про наш продукт. И, конечно, ответим на вопросы. То есть, чтобы было понимание, ну, по максимуму, вот, насколько можно его донести. Задача программы – убрать рутину. То есть какую рутину? Рутину выставления, скажем, документов покупателям. Там, печатание заказа снаряда, фактов и так далее. Рутину в понимании, сколько денег мы должны заплатить сотрудникам, исходя из их работ, например. То есть в каких заказ-снарядах они принимали участие. Соответственно, что они делали, там, сколько стоит, там, та или иная работа. У кого-то там 1%, у кого-то другой, у кого-то в зависимости от того, какая была работа, еще какая-то дополнительная цифра. Вот. И, естественно, когда много данных, много заказ-снарядов, много сотрудников, как бы получить конечный результат, ну, по той же зарплате, как вот в этом примере, достаточно сложно. Вот. Программа позволяет это сделать просто по одной кнопке. Естественно, человеку для этого необходимо было бы изучать, там, реестры заказ-снарядов, где какая, какой сотрудник в каком заказ-снаряде принимал участие, какие работы он выполнял и так далее. То есть, конечно, это хлопотно и мы теряем время. Вот, чтобы не терять время, имеет смысл использовать программное обеспечение. В принципе, я хожу на каждый раз, вот, когда заседаю здесь, каждый раз хожу. В основном, даже если, может быть, тема какая-то не очень, первое ключевое, что мы здесь получаем, это общение. Каждый человек, вот, допустим, сегодня общение было, которое предоставляют систему 1С. Допустим, когда мы входим в крупный сервис, то есть франшизу, то там есть эта система, так как у Вилгут, да, ездит. Но у нас в обычном автосервис такой нет системы. То есть, и мы, вот, я объяснял человеку, что мы приходим после этого сервиса, сетевика, приходим в старый, и нам приходится опять все заново просто в 1С или там в Excel заполнять все, то это достаточно, конечно, неудобно. там все намного удобнее, тебе приходит каждый день отчет, что сколько выработка, сколько потратилось, что кто сколько сделал. Я могу из дома посмотреть с компьютера какие заказы, наряды, статусы, что вообще. То есть, я могу контролировать, грубо говоря, из любой точки. Я могу не присутствовать в сервисе, но я могу проконтролировать все. А в старом автосервисе приходишь, так, а за что ты отдал сегодня деньги? Так, а это почему так произошло? И получается, ты не можешь уловить. Получается, что это же механическое все, что-то не записал, что-то туда. От этого проблема с механиками. Работу не записал. Там у нас есть администратор Ирина. Вот она, допустим, работу записала, забыла, все, механикам уйдет. Мне же говорить, что вот, она такая плохая, но это же не может, а не она такая плохая, просто она забегалась, клиентов много, и она могла просто забыть. А когда это все в системе, то ты по-любому не забудешь. Ты не сможешь отпустить клиента, пока ты не распечатаешь заказ-наряд. Вот, допустим, как это сделано у нас в ТЮКе. То есть клиент не может выехать. Также клиент не может въехать, потому что без заказ-наряд, так как висит камера. Если он въехал без заказ-наряда, мне приходит на телефон уведомление о том, что машина въехала без заказ-наряда. Фиксируется номер, дата и кто мастер-приемщик. Сразу на мастер-приемщика две с половиной тысячи штрафа накладывается. Вот моментально, просто. Это вот к этому вопрос, то, что, конечно же, вот эта системная работа, это намного лучше даже для одиноких сервисов, которые не подсидеть их нами никак. Это делает прозрачный твой бизнес. То есть ты видишь все. Ты в любой момент сел дома, посмотрел отчетность по финансам, ведомость о зарплате, сколько у тебя бороться, сколько ты маржи получил с него. Ну, вообще, ты очень много получаешь, ну, каких возможностей от этого. И поэтому вот было приятно пообщаться, приятный был мужчина сам по себе. И система их понятная нам, потому что она, вот, не знаю, аналогично прям такой, с которой мы работаем. И то есть, если мы приобретем у них, то нам очень будет удобно ей работать, потому что мы все знаем уже, и нам не надо будет обучение какое проходить, ничего. И сотрудников нам будет легче обучить, потому что мы уже работаем с этой системой в общем. Поэтому даже не сколько тема, главное прийти сюда и пообщаться с людьми. Даже если тема там будет какая-то, которая тебя не очень сильно интересует. Сам то, что ты пришел, ты, во-первых, разгрузился от всех рабочих дней. Ты вот дал себе отдых. Ты спокойно проснулся в 10 часов, тебе не надо в 9 на работу идти. Приехал сюда, здесь пообщался с одним человеком, с другим. Это же знакомство, по-моему, намного выгоднее, чем какая-то ты там вот посмотрел, диагностика там, допустим, ну и ты так сам себе остался. А тут раз взял, пообщался с тем человеком, взял, пообщался с этим. И у тебя появляются связи больше, знакомых больше, больше. И это же намного лучше, чем просто вот так посидел каждый сам по себе и ушел просто отсюда и все. Главное знакомство, мое мнение.